Приемная кампания Казанского федерального университета в самом разгаре. На сегодняшний день от абитуриентов уже поступило более 88 тысяч заявлений, и это, конечно, еще не предел. Подать документы можно лично в ВУЗе или на почту университета, а также онлайн через личный кабинет на сайте КФУ или суперсервис поступления в ВУЗ онлайн на сайте госуслуг, заверив документы электронной подписью. На последнем пункте становимся подробнее. Для поступления электронная подпись не обязательна, однако ее наличие ускорит процесс. Дистанционная подача документов сильно упрощает процесс перехода от абитуриентов в студенты и дает возможность попасть в любой университет страны. КФУ не исключение. Раньше было труднее, а сейчас легко, потому что можно подать через госуслуги и не ездить никуда. Занимает очень мало времени, удобно, все легко, понятно. Да, тебе не приходится ездить в другие города, тратить какие-то деньги на это. Просто все онлайн, все очень удобно, все для людей. Если нет возможности приехать сюда вживую, это, естественно, удобный очень формат для многих абитуриентов. Сейчас на пиковом своем значении абитуриенты активно подают заявление. Если мы будем смотреть по сравнению с показателями с прошлой недели, то показатели по подаче заявлений практически удвоились. Электронная подача документов наиболее безопасна и удобна. В этом случае и требуется электронная подпись. Поступление с ее помощью имеет ряд преимуществ. Отправка и подпись осуществляются в любое время, не выходя из дома. Это сокращает время на подачу и ускоряет процесс рассмотрения заявлений на поступление. Квалифицированная электронная подпись гарантирует подлинность и защиту от подделок. Она является уникальной и несменяемой. Электронный обмен сокращает расходы на печать, доставку и хранение бумажных версий, что особенно актуально при подаче заявлений на поступление в ВУЗ. Ну и при использовании электронной подписи риск ошибок заполнения документации меньше. Ребята все больше и больше выбирают трек поступления в рамках онлайн подачи заявлений через портал «Поступи в ВУЗ онлайн». И практически 90% абитуриентов выбирают этот путь поступления. Здесь же мы видим, что в очном пространстве ребята находятся. Это в основном для подтверждения анкет уже, либо для консультации, либо может быть для уточнения в рамках тех заявлений, которые они уже подали через нашу электронную систему, либо через портал госуслуг. Мы видим, что поток заявлений значительно выше, чем в прошлом году. При подаче заявления через сервис госуслуг она может понадобиться, чтобы подтвердить учетную запись. Если вы отправляете документы напрямую в университет, нужно подписать их электронной цифровой подписью. Она удостоверяет подлинность данных, личность отправителя и защищает файлы от изменений. Получать электронную подпись не требуется, достаточно иметь личный кабинет на портале госуслуг. В целом это разгружает как само приемное пространство, так это доводит до автоматизма механизмы, которые мы совершенствуем по подаче заявлений. У нас анкета построена полностью на связях и взаимодействиях, то есть нельзя допустить какие-то ошибки. Абитуриент, начиная заполнять анкетные данные, приводит свое заявление именно к тому формату, в каком оно может быть, то есть безошибочно. И поэтому процент отклонений практически равен нулю. То же самое касается договора. Не нужно заполнять в рукописном виде этот договор. Ошибки не допускаются, потому что он формируется в электронной форме, подвисывается в электронной форме, не требуется сканов, не требуется доработок. Напомним, приемная кампания для российских абитуриентов продлится до 25 июля. Прием документов от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых КФУ самостоятельно, в том числе по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности, завершится 15 июля. По всем вопросам, касающимся поступления, можно обратиться в приемную комиссию КФУ по адресу улица Кремлевская, 35 или по телефону, который вы видите на экране. Арина Мухаммедовна, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.